Ассаляму алейкум! Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале вкусная еда с хадиджей. Сегодня вашему вниманию хочу предложить 4 варианта очень красивых, сытных и вкусных салатов на праздничный стол. И первым салатом у нас будет ананас. Очень экзотический. Итак, не буду вас томить. Давайте начнем нашу работу. Я всем желаю удачи на кухне! Опускаем в холодную воду куриные грудки, несколько горошина перца черного и пару листочков лаврового листа. Минут 20 где-то будем варить, чтобы она оставалась сочная. И немножко добавляем соли. Как закипит, снимаем пенку на медленный огонь и 20 минут до готовности. На крупной терке натираем огурец. Нам нужна более зеленая часть, нежели белая. Поэтому снимаем именно шкурку вот таким образом. Посмотрите, какая зелененькая часть. Присаливаем, чтобы огурец лучше отдал сок. 150 грамм мягкого чернослива нарезаем на мелкие кусочки. Если у вас чернослив слишком твердый, обязательно его замочите в холодной воде хотя бы на 15 минут. У меня чернослив очень мягкий. Вот так сильно мельчить тоже не будем. Такие кусочки. Выкладываем на тарелку и формируем эллипс. Это будет у нас основание. У нас получился небольшой эллипс. Не солим, не перчим. Небольшую сеточку майонеза наносим. Отварную курочку 200 грамм нарезаем кубиками. Итак, готово у нас. Выкладываем поверх чернослива. Слегка присаливаем. Курочку я в подсоленной воде варила. И все делаем по вкусу. И немножко перчика. Сверху сеточку из майонеза. Сверху выкладываем обжаренные шампиньоны. Как я их обжариваю, я обязательно оставлю ссылочку на видео. Очень вкусно получается именно так. Кстати, в этом салате вы можете сочетать и с мясом. Очень вкусно. Здесь я обжаривала шампиньончики с луком и немножко добавляла соевый крем-соус или соевый соус. Распределяем ровным слоем. Сверху выкладываем измельченный грецкий орех. Снова сеточка из майонеза. На мелкой терке вот так нам нужно натереть сейчас крутые сваренные яйца. Пойдет где-то 2-3 яйца. Вот так. И обсыпаем полностью наш овал. Вот так все вилочкой аккуратно распределяем, чтобы наш салатик сохранял невесомость. Он уже очень красивый. Соблюдаем эллипсообразную форму. Это важно, потому что это у нас ананас. Такой пикантный, вкусный. Все готово. И сейчас отжимаем от сока огурец. Присаливаем сверху. Слегка поперчим. Огурчик дал. Посмотрите, сколько сока. И сейчас хорошо отжимаем. Хорошенько отжали от сока. И сейчас вилочкой вот так распределяем, чтобы масса была легкой. И наносим сверху на наш ананас. И сейчас майонезную сеточку. Несколько вот так веточек укропа низовую на вилку и проталкиваю прям под салатик наш. Вот так. Выкладываем и распределяем аккуратно. И сейчас выкладываем вот так вот красиво. Делаем прямо с самого основания ромбики, чтобы на самом деле наш ананасик был настоящим ананасом. Ромбики делаем крупные, чтобы поместилось долька пикант или грецкого ореха. Выкладываем вот так по длине пикант. Для стабилизации в холодильник, хотя бы на часа два. А сейчас второй салат. Мы будем готовить винегрет по-новому. Сразу подготавливаем глубокую миску. Сюда же отправляем консервированный горошек, либо замороженный. У меня замороженный. Одну банку. Сюда же отправляем нут. Нут у меня был замочен на и я его сварила до готовности. Можете взять консервированный, только его нужно обязательно хорошенько промыть. Все по вкусу. Половинку фиолетового лука, красного лука, нарезаем тоненько перьями. Нарезали перьями. Если у вас репчатый лук белый и немножко злой, то вы лучше его обязательно кипяточком обдайте. Этот лучок очень нежный и очень полезный. Перья распределяем и отправляем в салатник. А сейчас время корнишончиков. Тоже все добавляем по вкусу. У меня на канале есть великолепный рецепт по маминому рецепту, как я готовлю хрустящие огурчики. Если пипочка очень грубая, лучше их обрезать. Я обязательно под видео в описании оставлю ссылочку. Приготовьте, вам очень понравится. Огурчики получаются ядреные и очень вкусные. Нарезаем вот такими кругляшами. Корнишоны это позволяют. Если огурчики большие, то кубиками. Этот салатик именно для тех, кто очень любит винегрет. Это новая версия винегрета. Я как-то попробовала раз и мне очень понравилось. Нарезанные корнишоны отправляем сюда же. В этот салат очень хорошо подходит петрушка. У меня пол пучка. Нарезаем мелко. Помельче. Нарезаем. И сюда же петрушечку. И сейчас осталось самое малое. Нарезать отварную свеклу. Можете ее запечь. Можете по маминым стопам. Отварить ее. Отвариваю тоже предварительно. Заранее. Нарезаем кубиками. Сильно мельчить не будем. С размера нута. И вторую свеклу. Свеклу у меня где-то 300 грамм. Потом горох нут покрасится от свеклы. И будет очень красивый салат. И все ваши гости будут спрашивать, что это в салате такое. Они обязательно у вас попросят рецепт. Все добавляем в салатник. И практически наш салат уже готов. Совсем немного присаливаем. Так как присутствуют корнишоны. И немножко поперчим. Сюда же добавляем растительное масло из виноградных косточек. Все хорошо смешиваем. И самый таинственный момент. Смешиваем всю эту красоту. Посмотрите как у нас тут все уже красиво. Это не салат. Это чудо. Посмотрите какой красивый у нас с вами салат. Изумительный просто. Можно сразу подавать на стол. Такой салатик готовится сразу перед подачей на стол. Все. Эту красоту сейчас отправляем сразу на стол. Ну а сейчас третий салат. Очень часто его готовлю, потому что из простых продуктов и готовится легко. Называется фантазия. Я подготовила круглое блюдо. Можно для такого салата и овальное блюдо, и лепсообразное. И сейчас будем формировать здесь наш салатик. А пока будем нарезать все. Основанием будет у нас отварная картошка. Овощи обычно отвариваю заранее, накануне. На такое большое блюдо, где-то 28 сантиметров в диаметре, пойдет где-то 2-3 картофелины отварные. Готово. Распределяем по поверхности сильно картошку. Не прижимаем, чтобы она была легкая и воздушная. И создаем основание. Немножко присаливаем. У меня розовая соль мелкая. Немножко поперчим. У меня майонез получается очень густой. Я оставлю ссылочку под видео в описании, как я готовлю майонез. Вот так достаточно. Одну четвертую репчатого лука нарезаем тоненько и потом на кубики. Лучок готов. Отправляем поверх картошки. Майонез немножко разравниваем, чтобы картошечка вся пропиталась у нас майонезом. У меня на канале есть очень много рецептов великолепных праздничных салатов. Я оставлю ссылочки под видео в описании. Посмотрите. Много лука не нужно, чуть-чуть для вкуса. И снова немного майонеза. Куриная грудка. Я ее заранее отварила. После того, как вода закипает, минут 20 отвариваю на медленном огне. Петку снимаем, естественно. Несколько горошин черного душистого перца. Здесь у меня 200 грамм курочки. И отвариваем минут 20, не больше. Оставляю в бульоне на ночь. И потом уже на утро салатик. Очень получается сочная курочка. Я думаю, вот даже вам видно. Посмотрите, сколько сока в ней великолепное. И сейчас мы нарезаем кубиками. Сначала нарезаем брусочками, а затем кусочками. Можно, конечно, и перьями нарезать курочку, но когда на вилочку будете брать салатик, будет тянуться. Поэтому лучше кубиками. Я ее отваривала под соленой воде. Но сейчас слегка, чуть-чуть присаливаю ее. И немножко ее поперчу. Все готово. И отправляем на салатик. Выкладываем поверх хороший слой. Уже это у нас получается третий слой. Основных получается два слоя, если не считать слой лука. Поэтому уже после второго слоя, когда у нас уже появляется объем у салата, мы уже будем майонезом выходить за пределы, чтобы было красиво. Сетку майонеза. Половину огурца. Если у вас огурец небольшой, то можно целый огурец. Нарезаем сначала вот на такие полосочки. И потом брусочками. Выкладываем сверху и покрываем полностью все. Огурчик лучше не присаливать, потому что он даст сильный сок. И мы сейчас сверху будем натирать яйцо. Два-три средних яйца, вкурту и сваренных, натираем на средней терке, либо на мелкой. Точное количество ингредиентов я под видео в описании обязательно укажу. Очень простые ингредиенты. А самое главное готовить этот салат. Очень легко и просто и вкусный. Совсем чуть-чуть майонеза, чтобы связать массу между собой. Огурчики и яйца. И заключительный этап. Это натираем отварную морковь. Я натираю на средней терке, чтобы морковь получилась очень нежная. Выкладываем поверх салата. Слегка яйцо сверху присаливаю чуть-чуть. Немножко поперчить. Совсем чуть-чуть. И выкладываем сверху морковь. Все аккуратно распределяем. Вот обратите внимание, я сверху выровняла все. А снизу у меня такой как буклированный получился салат. Очень красиво. И сейчас нам нужны будут укроп для украшения, чтобы было красиво. От пеньков освобождаем. И выкладываем по краю, скрывая пеньки. И сейчас сверху украшаем. Я люблю украшать майонезную сеточку. Крупную сделаем. Ромбиками самое легкое. Можете полукругом. Тоже очень красиво. И в косую. Чтобы получился ромбик, а не квадрат. Ромбик смотрится нежнее. Можете ровные полосочки. Можете по две тоненькие полосочки. Можете вот так, как я. Зигзагом. Очень празднично и очень красиво. Так как мы этот салатик делаем зимой, мы можем немножечко на укроп выложить. Вот так. Как будто у нас снежок. Посмотрите, какой он уже красивый. И куда же зимний салат без граната. Зерна граната придадут просто гламур к нашему салату. К каждую серединочку мы выкладываем одно зернышко. Посмотрите, какой он уже красивый. Можно его оставить и так. А можем еще и по краям также выложить. На часик можем отправить в холодильник для стабилизации и подаем на стол. И для разнообразия приготовим крабовый салат. По маминому рецепту. Очень вкусный. Так как готовим на праздничный стол, сразу подготавливаем большую емкость. И сразу будем все вымешивать здесь. Разморозила целую упаковку крабовых палочек. Крабовые палочки у меня длинные, большие. Поэтому я сначала их вот так, продольных, нарезаю пополам. И потом нарезаем на кубики. Некоторые любят крупно, некоторые любят помельче. Я нарезаю в средне, чтобы крабовые палочки были нежные. Все выкладываем в миску. Четыре вкрутую сваренных яйца нарезаем кубиками. Сильно мельчить не обязательно, так чтобы все чувствовалось. Сюда же отправляем крабовым палочкам. Сюда же добавляем одну банку консервированной кукурузы. Сюда же добавляю отварной рис. У меня рис с горошком и с десертной кукурузой. Мама моя добавляла просто отварной откидной рис. По вкусу добавляем. Не все сразу. Много не нужно, иначе вкус будет не тот. Все по вкусу пробуем. Один огурец будем нарезать кубиками. Сначала на пластинки, а затем на кубики. Огурчики тоже отправляем сюда. Они должны быть по размеру, как кукуруза десертная. Нарезаем половинку головки лука тоненько, кубиками. И лук сюда же. 2-3 столовые ложечки майонеза. Как я готовлю майонез в домашних условиях, я оставлю ссылочку под видео в описании. Посмотрите. И все хорошо вымешиваем. Я добавила еще одну ложку майонеза. Присаливать, перчить этот салат не нужно. Достаточно того, что рис был отварен в подсоленной воде. И крабовые палочки тоже соломоваты. Можем кулинарное кольцо и красиво украсить такой салат. А можем подать его и так. Это очень вкусно. Устанавливаем кулинарное кольцо и закладываем в салат. Можно снизу листья салата. Тоже будет очень красиво. Немножко утрамбовываем. Точное количество ингредиентов под видео в описании обязательно укажу. Слегка утрамбовали, чтобы нам потом его красиво снять кольцо и украсить. И на пару часиков отправляем для стабилизации в холодильник. Сейчас 3 яйца, сваренных вкрутую, отделяем белки от желтков. Вот посмотрите, как у меня сварены яйца без серого ободка. То есть тогда, когда закипают яйца, еще 7 минут на большом огне. Натираем на терке отдельно белок и желток. Натираем на самой мелкой терке, чтобы белки получились нежные, как снег. Желток также натираем на мелкой терке. Вот посмотрите, как он прекрасно держит форму. И сейчас сверху украшаем белком. Все разравниваем ровным слоем и сохраняем воздушность. Все погрешности закрываем белком натертым. По краям выкладываем немножко желток. Все делаем аккуратно, не торопимся. Это украшение нужно делать сразу, прям перед подачей на стол. Потому что и белок, и желтки, и зелень, все заветривается в холодильнике. Если вы хотите, чтобы у вас гламурно смотрелся салатик, лучше, конечно, перед подачей. И сейчас вот так, через расстояние, льду зеленушку. Мне очень нравится с укропом. И посередине мы сейчас сделаем одуванчики. Пусть нам будет по летнему тепло. Итак, дорогие друзья, я показала вам 4 вида салатов на праздничный стол. Очень рекомендую вам приготовить по этим рецептам. Если понравилось видео, ставьте лайк. Поддержите наш канал лайком. Делитесь моим видео со своими друзьями и близкими. И в соцсетях. Пишите в комментариях, что бы вы хотели со мной еще приготовить. Я вам буду очень признательна. Если еще не подписаны, обязательно подписывайтесь. И не забудьте нажать на колокольчик справа. Потому что впереди вас ждет еще очень много вкусного и интересного. Я не прощаюсь с вами. А говорю лишь до свидания. До новых встреч, друзья, на канале вкусная еда с Хадиджей. Пока-пока.